Продолжение следует... 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 Благодаря процессам децентрализации, которые в нашей стране запущены, благодаря международной помощи удалось построить много новых объектов, произвести ремонт и социальных объектов. И эта работа продолжается. Но наш город на самом деле еще и славен тем, что он один из самых старых городов Донецкой области. В этом году мы будем праздновать 375-летие его. Первое упоминание, ну, в начале своей истории он начал с того, что вы видите здесь озера, это Савелые озера, и в XVII веке здесь велись промыслы под обучей соли. На тот момент соль была очень дорогим продуктом, и для охраны промысловиков был заложен первый острожек в 1642 году, на крепости назывался Крепостор. И вот с этого момента мы считаем, что началось развитие нашего края, как именно как города. Также известен наш город славянским курортом. В XVIII веке возник этот курорт. Сейчас мы имеем статус города курорта собственного значения. Здесь у нас имеется лечебная прясть, а также уникальные соленые озера, которые тоже имеют лечебные свойства. И в 1907 году в Спарбельге вода взяла гран-при на корпусах. У нас есть и чем похвастаться курортом, однако сейчас он переживает не самые лучшие времена. И, наверное, это тоже будет момент, на котором мы в дальнейшем сможем пообщаться, поделиться опытом. И будем ждать каких-то, возможно, от вас подсказок или предложений, возможно. Потому что я знаю, что у вас тоже есть города-курорты, и это было бы очень интересно для общения. Ну, сейчас, в последнее время, в рамках уже современного развития, в нашем городе развивается намного таких электронных вещей. И звучат модные слова диджитализация, смарт-сити. И город наш взял на себя много обязательств развития этого направления. Уверен, что здесь тоже нам есть о чем пообщаться и поделиться опытом у тех государств, которые уже в этом процессе не один год находятся. Потому что количество электронных услуг, которые мы на входе встречали в ЦНАПе, он уже год работает. Со 150 услуг мы уже довели до 208 и постоянно увеличиваем. Порядка 40 уже электронных услуг, которые не нужно посещать. ЦНАП можно дистанционно, скажем так, получить эти условия. Также в развитии громадского общества хотелось бы тоже иметь контакт с вашими государствами, потому что знаем, что у вас это тоже такой приоритет в развитии. И у нас здесь тоже есть с помощью и международных доноров созданы такие площадки для общения с общественностью. Это и форум местного самоуправления, это и общественный совет. И я считаю, что, наверное, в нашем городе действительно есть чем похвастаться в этом общении с общественностью, по взаимодействию с общественностью, потому что много проектов уже реализовано. И есть, что показать, где и власть, и общественность совместно реализуют проекты по благоустройству и так далее. Население нашего города 116 тысяч, и также оно выросло за последнее время из-за конфликта, и переселенцев варьируется у нас зарегистрированных по 30 до 50 тысяч. Соответственно, это, конечно же, откладывает большую нагрузку на инфраструктуру города, потому что не все они, конечно же, проживают в нашем городе. Многие зарегистрированы и приезжают только за социальными услугами, но порядка 10-12 тысяч живут постоянно здесь, на территории. Соответственно, это фактически такой небольшой город, уже создался еще. Дети приезжают в школу, понятно, они получают медицинское обеспечение, все выплаты, которые положены им по законодательству. Но, тем не менее, конечно же, и создание такого снаба, это тоже один из таких проектов, который был сделан совместно с международными тоннами про ООН и USAID. И вот он тоже направлен на то, чтобы нас, эти докторы, хорошо имели возможность адаптироваться здесь. Сейчас тоже ведется много работы по реформе социальных объектов. Мы сейчас в плане, у нас уже запускаем буквально не до скорого времени прозорый офис. В течение года мы построили его с нуля, фактически выкупили новое здание. Это при управлении социальной защиты, для предоставления его социальных услуг жителям нашего города и переселиваться. Я не знаю, как у нас по времени, если будет возможность, мы попозже, когда мы все познакомимся, еще презентуем те программы, о которых я говорю. Я сейчас скажу вкратце просто, что у нас еще существует и бюджет участия, в том числе, где общественность может принимать участие в конкурсах, получать финансирование и реализовать в городе проекты. И активность граждан в этом направлении растет. Если мы начинали с 800 тысяч в год, в этом году уже 1 300 000, и в следующем году постоянно увеличиваем эту сумму выделения из бюджета, потому что есть уже интересные проекты, они реализованы и пользуются популярностью у жителей нашего города. Это меня как мэра словно радует. И в этом направлении тоже, я думаю, у нас будет возможность сконтактировать и поделиться опытом. Но у меня все, я не буду, наверное, мы больше, наверное, будете, если возможность, больше увидеть, чем услышать. И поэтому я, наверное, оставлю какое-то время, чтобы еще где-то посетить какие-то объекты, как у вас будет со временем. Спасибо за внимание. Ну, что позволение, я предоставляю слово господину Юрису Пойконскому, случайному и полномочному послу Владимирской Республики Украины. Дорогие экспериментарты, уважаемые участники встречи, ну, во-первых, хотелось бы всем пожелать хорошего Нового года. И дай бог, что этот год для Донбасса и Славянска был лучше, чем предыдущие годы. Это наш общий визит. К сожалению, посол Эстонии должен был уехать, но присоединился коллега из Литвы. Как вы знаете, наши страны поддерживают и Украину, и Донбасс. И, наверное, вот то, что мы сегодня втроем тут, это тоже все-таки определенный политический сигнал. И мы хорошо понимаем все ваши вызовы и проблемы, и, конечно, готовы продолжать это помогать. И понятно, что та жизнь, которая обустраивается здесь, нужно показать на месте, что вместе с Украиной все-таки жить интереснее и лучше для той стороны. Поэтому я, конечно, желаю всех благ и успехов в вашей работе. Хотелось бы отметить, что мы планируем открытие Почетного консульства, на открытие которого есть уже договоренность, что могли бы приехать министры иностранных дел. Также президент Украины Владимир Александрович Зеленский тоже проинформирован про эту инициативу. И я думаю, что Почетное консульство, оно станет таким, как бы сказать, пунктом сотрудничества не только между Латвией и Украиной, но и Украиной и Европейским Союзом, где можно будет почерпать и найти какую-то информацию о нашей стране, о возможностях сотрудничества. И тут очень много, мне кажется, направлений. Мы встречались с Донбассской педагогической академией в прошлый раз. К сожалению, пока, я так понимаю, не удалось установить связи с нашими университетами. Я знаю, что там есть контакты с польскими коллегами. Очень много. Я все-таки буду стараться немножко подтолкнуть также наших коллег. А с моей стороны, я хотел бы попросить вас оказать поддержку открытию Почетного консульства. У господина Павенко очень большие планы. Я так понимаю, он хочет приобрести и реконструировать исторический дом, который стал бы таким символом дружбы между нашими странами. Поэтому, с моей стороны, я хотел бы вас попросить оказать содействие в работе господина Павенко. Спасибо. Я хотел бы предоставить слово господину Мариусу Яну Панисову, чрезвычайному полномочному послу Литовской республики Украины. Добрый день. Еще раз спасибо большое за встречу, за такой теплый прием. И благодарен послу Латвии, господину Польскенцу, что он инициировал этот визит. Действительно, Восточная Украина – это очень важно для нас. И мы действительно своим приездом выражаем такую солидарность и дружбу с вами. И, конечно, мы должны помнить также, что в 2014 году именно от Славянска началась война с Россией. Но, конечно, это прошлое, это такое грустное прошлое, но сейчас мы видим большое развитие. Мы видим большое развитие и в плане инфраструктуры, и в плане развития города, как вы показали на презентации. Так что, думаю, что мы будем продолжать наше сотрудничество и будем помогать вам. Спасибо. Спасибо. Я предоставляю слово господину Бардашу Цихоцкому, чрезвычайному полномочному послу Республики Польши в Украине. Я также присылаю к Господу Барда Юрия Суполиня за инициативу и координацию, за все, что нас познакомил с очень хорошими людьми в Славянске, в многих местах. Донбасса, латвийская, латвийская информация, литовская и эстонская, которые хорошо работают. Польша также присутствует в Донбассе, как неоподобные державные гуманитарные фонды, как полская акция гуманитарная, мы вчера встречались с этим. И поляки работают в миссии ОБС, мы вчера также в Северодонецке у нас было здесь больше 10 польских монитариев, они очень активно работали в этом процессе размирования сил в станции лукаинской, они и на той стороне, и на другой стороне, как в рамках миссии работают. Так что мы тут присутстви, но с нашего опыта, как мы из нашей трансформации переходили, нам самая добра помощь была не рыба, а утка. И мы намерены в дальнейшем ставить акцент на допомогу в развитии бизнеса, в развитии ваших возможностей, чтобы вы сами, у вас потенциал огромнейший. Я очень впечатляю и славянскому, и Краматорскому, и Северодонецком. Тут есть таланты, ресурсы, есть инфраструктура. И я уверен, что так, как еще несколько часов тому Славянск может асоциироваться с началом этой российской агрессии, то он уже скоро будет асоциироваться с успехом, с трансформацией, с возможности и туризма. И мы, дякую за пропозицию, мы повернемося до наших мест курортив, у Краин, Балтии, там також, ну, ранний лидер по таким туристическим справам. И как у вас, как вы будете зацекавлены, то мы как-то також побудуем связки с полскими курортами и что-то, может, разом с допомогой по честному консулу Латвии, с дозволом Панан Кольканца. Потому что успех и то, что мы видели, то я уверен, что это правильный шлях. Украинцы, ну, граждане сами увидят, что лучше, развиваться или наоборот. И все будет хорошо. Я уверен, что 2020 год будет хорошо для Снавянска. Я вам желаю это. И мы с вами. Спасибо. Спасибо, пан Пасов за украинскую мову. Ну, это, может, так, я не знаю. Может, не понятно. Я только начинаю. Ну, я також мог говорить украинскую, но, ну, так, пожалуйста, если мы тут спокойно с российской, я так не вижу. Я хотел бы нас запросить это слово. Слово предоставляется господину Александру Павенко, кандидату, почетный консул Латвийской республики в Донецкой области. Уважаемые гости наши, для меня так большое удовольствие воспринимать в нашем городе. Благодарить нашу городскую власть за их открытость, за возможность собрать нас так вместе. Знаете, сейчас в то время, когда люди строят много заборов, стен, мне бы хотелось быть хоть небольшим намостиком между нашей страной, странами Европы. Вот, я из тех людей, у которых нет врагов. Ни с лево, ни справа, ни с каких сторон. Нет других, бывает. А врагов нет. То хотелось бы послужить нашему народу, народу Украины, народу Славянска, Донецкой области, в сближении с цивилизованным миром, с теми людьми, которые сегодня оказывают нам большую моральную, материальную и другие поддержки. Для нас это очень важно. Когда человеку бывает трудно, а я в жизни испытал некоторые трудности, это хорошо, когда рядом есть добрые люди, друзья, которые могут поддержать трудную минуту. И есть одна поговорка такая, друг познается в беде. То мы искренне благодарны, я лично благодарен народам Европы абсолютно, которые оказывают всемирную поддержку народу Украины. Чему я и свидетель, и эти руки немножко оказывают содействие. Хотелось бы быть, развивать это отношение и в культуре, и в спорте, и в экономических отношениях, во всеобъемлющих отношениях, чем пользуются люди. Европы, Латвии, Польши, Эстонии, Литвы и другие народы Европы. И, конечно, многонациональная страна наша Украина, и многострадальная. Мое это желание, внутренняя позиция такая, чтобы всем нам было лучше. Когда мы имеем общение, это хорошо, мы можем делиться и нашими радостями, и нашими горестями, и нашими нуждами, и нашими победами. Это очень важно. Мой дом гостеприимен, и я счастлив, что мой город Славянск гостеприимен, и дальше будет еще лучше. Это наша непоследняя встреча. Мы будем вас встречать с каждым разом лучше, 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 что вам захочется ехать только в Славянск. Это задача наша. Спасибо. Спасибо. И, как я сказал ранее, у нас сегодня есть представник Черкассской объединенной громады, и мы предлагаем вам, господа, ознакомиться тоже с небольшим роликом и ознакомиться с громадами. Спасибо. 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 Я предлагаю вам обоих. Да, я дещо разхвилювался, наверное, и теперь я теперь не понимаю, на какой мове я буду спелкуваться. Значит, я глава Черкассской объединенной территориальной громады. Я бы еще, пан Юрис, сказал бы, что на шляху децентрализации Черкасская объединенная территориальная громада, первая из трех громад Донецкой области, которые первыми объединялись в Донецкой области, и в 2015 году это произошло. Ни хто не верил в это сейчас. Мы делаем пример того, что это правильный шлях руху, правильный шлях для развития. Будем успешными, будут успешные громады, будут успешные города, будет успешная страна в целом. Дуже много проблем было на начале объединения, но я сейчас для себя понимаю, что тот шлях, непростой шлях, который мы прошли за 4 года, если нужно было повторить его еще раз, мы бы обязательно это сделали. Потому что я понимаю, что это те надбания, которые объединенная территориальная громада за 4 года, еще не 5 года, в этом будут выборы. Я надеюсь, что все районы, места будут иметь статус объединенных. До объединения была Черкасская селищная рада, до склада Черкасская селищная рада входило 4 населения пункта. Сейчас до склада объединенной территориальной громады вошло 3 сельских и 1 селищная, и сейчас 11 населения пунктов. Мы за 4 года смогли сделать очень много, хочется всегда больше, но это уже, что сделано за 4 года, говорит о том, что мы пошли правильным шляхом в громаду. Мы привлекли инвестиции различного рода, мы побудовали, кто-то не верит, даже я вчера спілкувался, кто-то не верит, мы побудовали впервые за 27 лет независимости, мы побудовали в объединенной территориальной громаде, в великой территориальной громаде, 300 квадратных километров вона займае, 11 населения пунктов. Я повторюсь, мы побудовали, благодаря співпраце с областной администрацией, мы побудовали центр безопасности громады, опорная школа, больше 100 миллионов денег зайшло на территорию громады в развиток разных сфер инфраструктуры. Попереду ще багато кроков, ми співпрацюємо з нашим старшим братом містом Славянськом, ми теж знаходимся на шляху будильництва у себе центра надання адміністративних послуг і прозорого офиса. Ми почали з безпеки, центр безопасности громадян в ролике бачили, тому що безпека – це основное життя показало, основный компонент нашего життя. Почали з безпеки, рухаємося далі. 14 навчальних закладів, два народных коллектива, в яких займаються, лише в танцевальному коллективі більше 100 дітей танцевальних, у нас багато коллективів, а народний один, лише в ньом займаються більше 100 діток. І вони участвують в змаганнях не лише районного, обласного масштабу, і вони вже готові, у них дуже гарний, я думаю, скоро ми поїдемо і до європейських країн, а і хто-то приїде до нас. Мені хотілося б що ще сказати. Попереду дуже багато важкої і крапітливої роботи. Ми спілкуємося, внедряємо себе, дивимося за тими громадами і містами, які успішні в тих чи інших напрямках, і витряємо це у себе. Ми аграрна громада, у нас 22 тисячі гектар релі, за межами населених пунктів землю нам вдали, як об'єднані територіальної громади. Ми робимо дуже багато напрямків в цьому, і перспектива теж є, тому що громада аграрна і, звісно, основна перспектива розвитку зв'язана з сільським господарством. І, я думаю, ми будемо спілкуватися, прислухуватись, дивитися, як в країнах Європейського Союзу це відбувається, тому що треба йти і робити удалення на переробку і создання робочих місць. Ми спілкуємося з планом Олександром, вони у нас представники великого бізнесу на території. Вони являються яскравим прикладом того, як бізнес, в якої форми власності він не був, як він повинен опікуватися той територією, на якої вони працюють. Це є приклад, гарний приклад. І я ж кажу, що якщо кожний фермер, кожне підприємство, яке знаходиться на території, якщо воно буде думати і про ту територію, на яку вона працює, про дитячі садки, про школи, це насправді теж є складовою майбутнього і розвитку бізнесу на території, і розвитку громади в цілому, і окремо всіх населених пунктів громади. Єдине, і ще хвилинку я скажу, садиба пана Бандиша. У нас на території є дуже прекрасне місто садиба пана Бандиша і от в розвитку у нас є музей під відкритим небом, музей внутрішній, і в розвитку нашого туристичного напрямку ми розглядаємо садибу пана Бандиша, ми готові взяти її на баланс, но ми поспілкуємося, може десь, пан Юрій, ваша потрібна підказка того, як туристичний напрямок, і от підв'язать під нього садибу пана Бандиша, вона доволі таки в гарному стані сохранилася, і я думаю, це буде додатковою частиною розвитку об'єднаної територіальної громади, тому що в наш музей під відкритим небом їдуть з усієї області, як мінімум, багато людей приїжджається, є відмінна частина об'єднаної територіальної громади, вкрадці. Я б сказав, що я впевнений, що і мої колеги прийняються, що ми готові ділитися досвідом щодо садиб, ми маємо асоціацію, загальну в Латвії є така, і готові спілкуватися про децентралізацію, регіональну реформу, але найважливіше було б відвідати тоді в Латві ми б змогли зробити, я думаю, дуже цікаво для вас програму. Все завжди, найголовніше приїжджати і дивитися, як це якийсь. Мінювайте сіду, свідомляйте. А на шляху до Латвії, Польщі. Тоді пропонуємо зробити тур. Я думаю, що зробимо. Знову підтримка почесного консульства, це дуже важливо. Дякую. 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 Дякую.